Всем привет! С вами мастер спорта Михаил Мельничук и мы продолжаем разбирать мемориал Сергея Юрьевича Шестарева. И сегодня мы разберем очень интересную и красивую партию между двумя гроссмейстерами Александром Зубаревым и Высочным Спартаком. Партия выдалась очень интересная, красивая с дебютной точки зрения. И эта партия была признана самой красивой на этом соревновании, выиграла конкурс за красоту. А перед началом видео я вас попрошу поставить лайк и подписаться на канал. Буду очень благодарен. Итак, поехали! Белыми играет Александр Зубарев и ходит d4, на что Высочный Спартак отвечает d5, c4, c6. Высочный Спартак очень часто играет славянскую защиту и очень хорошо знает здесь теорию. Сыграно е3, слон f5, черный также играет здесь еще е6, слон f5, такой принципиальный ход. Когда я играл d4 и изучал славянскую защиту, я однажды в учебнике столкнулся с такой формулировкой, что слон f5 ход плохой, ввиду того, что ферзь после cd, cd, ферзь выходит на b3 и пешка на b7 провисает, после чего черный слон должен вступить назад. Так в партии случилось. Александр забирает пешку cd и пытается использовать слабость пешки на b7, ввиду того, что черный словно шел с поля c8. В книжке написано так, что черный должен играть слон c8, и давайте разберем. В старых книжках так было написано, что черный должен играть слон c8, и здесь у белых действительно некоторый перевес. После хода конь f3, конь c6, белые могут сразу захватить центр, конь e5, e6, f4, укрепляя своего конца. И после вывода фигур белые получают небольшое давление. Слон d2, белый заканчивает развитие, и, например, после взятия-взятия мы видим, что у белых все-таки есть некая инициатива. Но высокий спартак, видимо, подготовил вариант и решил пожертвовать в этот момент пешку, сыграв конь c6. Интересный ход, довольно новый, и давайте посмотрим, что тут получилось. Значит, в этот момент Александр Зубарев забирает пешку, правильно делает, жертву надо принимать. Высочный спартак отходит слон d7, и вот здесь у белых два интересных хода. Александр Зубарев сыграл слон b5. Возможно, для него эта полиция была уже новой, так как конь c6 не самый популярный ход. Возможно, он рассчитывал на ход слон c8 также. А здесь нужно играть достаточно точно. Значит, слон b5 мы сейчас разберем ход, но все-таки сильнейшим ходом здесь, наверное, является ход ферзь b3. И посмотрим здесь пару вариантов, как нужно белым играть. Например, черный играет ладья b8, ферзь убегает назад, и основная идея здесь за черных в этом варианте, это жертва пешки, но инициатива по центру. Черный играет e5 максимально быстро, захватывает центр. Здесь у белых есть два продолжения, конь f3 и сбить пешку. Мы сейчас разберем оба варианта. Я предлагаю здесь сбить пешку сначала. То есть, de, и, возможно, следующий вариант. Черный забирают, белый могут вывести по кашку слона на e2, черный выводит слон d6, белый ходит конь f3. Если черные здесь делают рекеровку, белые могут тоже сделать рекеровку, ферзь c7, и у белых есть точный ход, после которого небольшое преимущество у белых будет. Проблема белых в том, что белые не могут пока спокойно закончить развитие. Со слоном на c1 проблема. На слон d2 всегда будут взятия фишки b2, а в ход b3 невозможно, ввиду взять коня на c3. Но у белых есть интересное продолжение конь d4. На что черные, наверное, ответят конь c4, нападая на пешку h2, нападая на пешку b2. Но белые здесь просто хладнокровно играют b3, слон h2 ход не совсем хороший. А если черные забирают конем на e3, то белые забирают коня. Черные отыгрывают действительно пешку здесь, но белые получают небольшую инициативу. Прогоняем ферзя, ферзь убегает, и конь идет на c6, дает вилку на ферзя и на ладью. На что черным надо бить, и после размена у черных есть интересный еще ход ладья c8. Белые, например, могут отвести ладья c2. И у белых есть небольшая инициатива, ввиду того, что у белых два слона, и пешка d5 может оказаться в дальнейшем слабостью. И в окончании у белых есть возможность создания отдаленной проходной пешки. Но ввиду того, что черные фигуры достаточно активны, все-таки ближе эта позиция к равенству. Центка позиции плюс равно. Черные возможно сыграть где-то a5, a4 быстро, и смогут упростить и сделать ничью. Но тоже интересный вариант. Также здесь еще есть вариант за черных. И на слон b2, слон d6, конь f3, и сбить коня на f3. Этот ход еще интереснее. То есть берут, на что белые тоже забирают. Так, черные играют ферзи 7, принципиальный ход, нападают на пешку h2, белые ходят h3. Ретировка, ретировка, ладья d8. И опять же черные уповают на то, что белым тяжело развить ферзевый фланг. Пока что трудность опять же с этим слоном. Но во всех вариантах, со мной черные борются тут только за равенство. Но у белых есть интересный ход a4. Идея заключается в том, что в какой-то момент белые даже готовы будут отдать пешку обратно, но открыть линию а, вывести максимально быстро свои фигуры, ну, возможно, слона там куда-нибудь на c3. И атаковать на слабую пешку d5, захватить хорошую диагональ чернопольным слоном. Если черные тут дают шаг, король h1. Здесь, честно говоря, разобрано почти до равенства. Я посмотрел пару вариантов с компьютером и продемонстрирую вам. Слон e5, белые здесь могут согласиться на ничью, потом король g1. Повторяю позицию, слон h2, король h1. То есть вот так вот повторить. Но также у белых есть ход и тут х2, забрать пешку. На что черные, наверное, заберут здесь. Слон d5 и сильный ход слона h3 у черных есть. Жертва обратно слона, жажь, ферзь d7. И сказывается слабость белого короля. Под боем слон, под боем пешка на h3. И будет грозить мат, поэтому белому приходится отдавать слона. И после ферзи f7 играть к g4. Белые лишние пешки, но слабый король и ученых инициатива, так как все черные фигуры стоят очень активно. Черные могут сыграть ладья b6, угрожая где-то переводом ладьи на королевский фланг с дальнейшей атакой. Белым стоит здесь закончить развитие е4, чтобы вывести слона. Но черные тут могут отыграть пешку. После всех взятий белые должны нейтрализоваться активность черных, сыграть ладья d1. Взятие-взятие грозит ладья d8 с шагом. Но у черных есть ход h6 и все приходит в нечленной гавани. Тут все меняется, боится абсолютно равна. Например, ладья d7, белые нападают, ферзь уходит на f6. Здесь можно и ферзь d5 перейти в равные ладейные окончания. Можно попытаться защитить пешку на f2. Ну, после ладья m2, ладья g7, ферзь g7, ферзь d2, ферзь d7. Черные должны уравнять слабые две пешки, постоянно угрожают шахи. И белых, по мнению компьютера, здесь ничего нету, позиция абсолютно равная. Также еще есть возможный ход на e5 играть конь f3. То есть не забирая пешку, сыграть конь f3. Так играл Антон Коробов с Акапианом и выиграл партию. Здесь черные могут сыграть, конечно, слон d6. Тогда мы переходим к предыдущему варианту. То есть де, конь e5, слон e2, то, что только что мы разбирали. Также еще на слон d6, кстати, Коробов сыграл слон e2. Не стал забирать пешку и тоже выиграл. Кому интересно, зайдите в базу, посмотрите. Если через черные играть e4, белые могут сыграть конь e5. Слон d6, белые забирают слона, ферзь d7 и слон e2. У белых лишняя пешка, но, опять же, проблема всегда с этим слоном. И у черных все-таки есть давление по центру, больше пространства. И черные пытаются здесь создать атаку. Белым стоит здесь не рекероваться, а подождать, пока что сделают черные. То есть сыграть а3, выжидательный ход, пока не пускают ни конь или слона на поле b4. Рекероваться оттуда опасно, ввиду всяких жертв слона h2, конь g4. Черные играют а5, пока препятствуя этому продвижению. Но здесь конь b5, конь становится на хорошую позицию. Слон e7, слон d2. Белые пока просто заканчивают развитие. Рекеровка, рекеровка. То есть после того, как мы дождались рекеровки от черных, можно тоже рекероваться, король безопасности. Ну и здесь, конечно, у белых есть преимущество. Выиграть, конечно, не так просто, так как у черных очень сильно давление по линии b на пешку b2. Ну, коня с b5 пока выбить невозможно, и белые могут потихонечку сгваивать ладей. Все зависит от того, как будут играть черные. Но если черные попытаются как-то коня выиграть, то рискуют и проиграть сразу после хода ладя c7. Вот такие вот интересные варианты могут получиться. Во всех вариантах у белых преимущество, но вот при правильной игре черных ближе к равенству, я бы так сказал. Но последовало ни то, ни другое. Значит, Александр Зубарев сыграл слон b5, решил сразу напасть на коня. Последовал ход ладя b8, ферзь a6, конь b4. И вот тут вот последняя ошибка от Александра. Позиция для него, видимо, была новой. И он тут ошибся. Стоит белыми играть слон бьет d7. Александр сыграл ферзь d4, и после этого хода сразу большое преимущество у черных, и черные уже не выпустили своего перевеса. А при правильном продолжении слон d7 у белых все-таки находится форсированная ничья. Например, слон d7. Забираем шагом, ферзь d7, отступаем ферзем на e2, пока препятствуют вторжению черного коня. Черные должны играть ферзь d5, чтобы все-таки попытаться залезть на c2, но у белых есть очень интересный ход, король f1. Конь c2 пока ничего не дает, ладя b1, отходим. Если черные ходят e6, это правильный ход, белые играют конь f3, черные должны играть здесь конь e4, потому что они без пешки, им стоит атаковать. Но здесь белым все-таки стоит смириться с ничьей и форсировать ее ходом конь h4. Потому что довольно опасная атака у черных. Если белые будут сейчас медлить, то черные сыграют как-нибудь там форточку g3, то после конь c3 bc, конь c2 у белых большие проблемы, так как ладю на 1 и спасти. В некоторых вариантах. Так, поэтому на конь e4 белым все-таки стоит конь h4 сыграть, напасть на ферзя, если ферзь отступает, вернуться конем на f3. И пока этот ферзь не поможет черному коню, у черных в принципе ничего нет, у лучшего, чем повторение ходов ферзи в 5. Ну и после чего позиция повторилась бы и была бы зафиксирована ничья. Но сыграно было ферзь а4, и это уже походу решающая ошибка, поэтому дальнейшее давайте посмотрим. Значит, Спартак жертвует ладью, конь b5 и e5. Сильное продолжение. Черные пока защищают своего коня, угрожают ход a6 с выигрышем коня. И белым очень тяжело избавиться от этой связки. И тем более, что их фигуры стоят очень неуклюже. Слон d2, Александр нападает на коня, Спартак дает шаг, король d2 и точный ход ферзь b8. Нельзя бить коня на d3, веду слон b5, и черные отыгрывают коня и выиграют ферзя в дальнейшем. Здесь Александр сыграл ферзя 7, но тут ничего не помогает, предложить лучшего хода я тут тоже не могу. Ферзь b5, конечно, тут белый король попадает в матовую сетку. Ферзя 8, шаг последовало, король на e7, a4. И здесь Спартак высочен мог выиграть еще быстрее. Спартак сыграл ферзь c4, но еще быстрее выиграл такое двойное нападение на короля. Здесь у белого короля есть два отступления, это король d1, король f3. Давайте по-разберем. На король d1 можно дать шаг, слон e1, конь e4. И черные угрожают сбить на f2. И, конечно, тут белый погибает. Сильнейший ход ферзя 5, но здесь, честно говоря, сложно что-то толковое предложить, потому что позиция плохая, и все ходы в основном проигрывают. Конь d3, конечно же, черные здесь побеждают. То есть, при случае можно забрать ладью, и при случае ферзь может прийти. Сюда надо e1 где-то мат поставить. Но здесь нечего разбирать. Черные, конечно, побеждают. Все висит, словно e1. И второе отступление, это король f3, но здесь черные форсивно получают мат. 6 ходов, шаг, шаг, тg4, там тоже мат. Король h4, g5, заставляем сбить слона. И шаг на d7, заставляя сбить пешку, и включается еще ладья. И ладья ставит мат на g4, примерно, что и было в партии. В партии было то же самое, но через ход. Ферзь 4, Александр сыграл b3, нападая на ферзя, но получил двойной удар. Король f3, и белый тут уже беззащитный, да. Черные дают шаг на e4, мат очень красивый. Король g3, шаг. И еще в стиле старых мастеров, g5. Когда-то Морфи b4, там шаг давал в своих партиях, чтобы подключить еще ладью шагом. Но здесь аналогично на королевском фланге. g5 шаг, и Александр сдался ввиду того, что получает мат. То есть и король g5, последует ладья g8 шаг, король g4, ладья g4 мат. Вот такая вот интересная партия. Оказывается, что в славянской защите тоже есть интересные варианты на победу за черных. На очень острую и интересную игру. Так что вариант с жертвой пешки, он довольно принципиальный. Белые могут бороться за преимущество, но надо очень хорошо знать теорию. Так что изучайте теорию. Если какие-то варианты я не показал, вы можете их написать в комментарии. Буду очень благодарен. Если есть пожелания, какие партии мне еще разобрать, опять же, пишите в комментарии. И если вам понравился этот ролик, поставьте ему лайк, подпишитесь на канал. И всем спасибо. До новых встреч, друзья. Пока. Пока. Пока.